Избран новый председатель Сената. На этом посту Даригу Назарбаеву сменил Маулен Ашимбаев. Кандидатуру нового спикера на голосование сенатором представил глава государства. Также в ходе заседания Сената Касымжмар Тукаев обозначил задачи, которые предстоит выполнить казахстанцам, чтобы восстановить экономику и сделать жизнь людей лучше. Подробности в нашем сюжете. На период карантина к деловым костюмам и галстукам депутатов добавился новый атрибут – медицинская маска. Даже в момент, когда решаются дела о государственной важности, безопасность превыше всего. Период пандемии, конечно, отразился на жизни казахстанцев. Снизились доходы, сильно пострадала экономика. Но все эти трудности еще больше сплотили народ. Чем может в это сложное время помогает и государство? В стране принимают все меры для того, чтобы повысить уровень жизни. Если ситуация не ухудшится, чрезвычайное положение отменят 11 мая. Однако меры, связанные с карантинным режимом, сохранятся. Это очень важно для безопасности населения. Я надеюсь, что наши граждане постепенно вернутся к нормальной жизни. У нас долгосрочный, стратегический путь развития. В планах обозначил президент реализовать комплексную программу по восстановлению экономического развития. Нужно извлечь уроки из сегодняшней ситуации. Я хотел бы обратить внимание на ряд задач на будущее. Прежде всего, необходимо предпринять новые инициативы для модернизации системы здравоохранения. Очень важно строить современные больницы и снабжать их необходимым оборудованием. Отныне мы должны уделять особое внимание развитию медицинской науки. Наши ученые, работающие в этой области, имеют большой потенциал. Лучше создать достойную среду для профессионалов и оказать реальную поддержку. Мы также полностью модернизируем образование и науку. В то же время, мы должны широко использовать передовые технологии и цифровизацию. Это одна из основных задач. Вместе с тем, конкурентоспособной должна быть и нация. Для этого нужно развивать человеческий капитал. Также важно наращивать бизнес-потенциал республики. Поддерживать малые и средние предприятия. Всерьез заняться диверсификацией национальной экономики. Чтобы не быть импортозависимыми, необходимо максимально оживить отечественное производство. Будут продолжены политические реформы. При этом важно повысить эффективность государственного управления. И воспитать новое поколение лидеров. Прежде всего, для решения задач, которые стоят перед нами, необходимы согласованные действия всех ветвей власти. Парламенту, в частности Сенату, отводится особая роль в реализации важнейших реформ. Основная задача Сената – принятие качественных законов, которые открывают дорогу реформам, обеспечивают стабильность и порядок. Напомню, 2 мая указан в главы государства были прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой. Больше года она была спикером Верхней Палаты парламента. Президент дал высокую оценку ее деятельности и поблагодарил за работу. Сегодня на пост председателя Сената Касмжумар Токаев предложил новую кандидатуру – Маулена Ашимбаева. Он освоил тонкости государственной службы, много лет плодотворно и эффективно работал в различных областях. Он хорошо знает работу парламента, он всегда с честью выполняет поставленные перед ним задачи. У него большой опыт работы на государственной службе. По итогам тайного голосования Маулена Ашимбаев был избран председателем Сената парламента. Президент озвучил основные задачи, стоящие перед страной. Наиболее актуальной проблемой сегодня является борьба с пандемией, которая распространилась по всему миру. По окончании режима чрезвычайного положения, как было отмечено главой государства, основной задачей всех государственных органов должно стать поддержание преемственности политики Ельбасы. Реализация стратегии президента, направленной на дальнейшее развитие государства, экономики благосостояния населения страны. Сенат парламента будет делать все необходимое для качественного законодательного обеспечения политики главы государства. В целом президент высоко оценил деятельность сенаторов и отметил, для того, чтобы вывести страну из кризиса, нам всем предстоит больше работать. И здесь важно участие каждого казахстанца. Ирина Панфилова при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24.